Добрый вечер! Брещно отмечает День славянской письменности. В Общественном культурном центре прошло торжественное мероприятие для юных последователей Кирилла и Мефодия. Телевершина и Золотое перо по Бреске. В регионе прошло ежегодное чествование победителей конкурса среди редакций газет, телевидения, радио и профессиональных журналистов. Все о сертификации или о работе в новых условиях. С 1 июля вступает в силу обязательное новое правило торговли для индивидуальных предпринимателей. Ни гвоздя, ни жезла. Город над Бугом принимает грандиознейший на просторах СНГ Брест Байк Фестивал Интернешнл. Обо всех этих событиях и не только о них мы расскажем вам прямо сейчас. Сегодня во всех славянских странах отмечается День славянской письменности и культуры. Истоки этого праздника неразрывно связаны с чествованием святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, просветителей славян, создателей славянской азбуки. В городе над Бугом, как и по всей стране, в преддверии праздничной даты прошел ряд торжественных мероприятий. Администрация Московского района города уже не первый год организует настоящий праздник для юных ценителей и почитателей славянских языков и литературы. И 2014-й не стал исключением. Подробности праздничного мероприятия в материале Анастасии Стропко. Школьники, лицеисты и гимназисты учреждения образования Московского района города над Бугом традиционно являются главными действующими лицами праздничного концерта, посвященного Дню славянской письменности. Уже не один год администрация района проводит масштабный праздник, в котором участвуют те, кто любит и чтит родной язык, историю и культуру славянских стран. С каждым годом форум приобретает все больше новых друзей и почитателей, становится все шире и красочнее. И такая популярность легко объяснима. Язык – лучшее средство объединения и сплочения наций. Это традиционный праздник, ежегодно мы его отмечаем. Этот праздник уже стал любимым у наших детей и у наших учителей русского языка и белорусского языка и литературы. Мы видим, видим и слышим ребят, которые с чувством от души читают стихи русских писателей, белорусских наших. То есть у нас идут, мы слушаем творы и на белорусском языке, и на русском языке, и мы видим, что у нас есть таланты, что у нас очень хорошая молодежь, очень хорошие ребята. Это патриоты своей родины, что это положительные со всех сторон, общественно активные, успешные в учебе. Это наше будущее, это наша надежда. И когда я их вижу, я понимаю, что будущее в надежных руках. В рамках мероприятия прошла торжественная церемония награждения победителей и лауреатов конкурса чтецов. Лучшим юным ораторам были вручены памятные призы и дипломы. По признанию самих ребят, не только победа важна в этом состязании, но и возможность заниматься делом, которое приносит пользу и дарит много незабываемых эмоций и впечатлений. Сегодня нелегкое волнение чувствуется, и я впервые участвую в таком мероприятии, потому что я совсем недавно нашла себя. И вот в этом году я попробовала себя в конкурсе чтецов, так как это связано с моей будущей профессией. Я себя попробовала, мне очень понравилось. Это не было трудно, это было больше вот волнительно. И у меня это получилось сделать, и я очень рада этому. Конечно, каждый раз, каждый год это волнительно. Хоть и пятый год, но каждый раз ты с такими мурашками ждешь своего выхода, волнуешься, подбираешь произведения. Но потом выходишь на сцену, первые пять секунд ты боишься еще, а потом раскрепощаешься, начинаешь читать, ну и все, дальше идет само собой. Сохранение языковых и культурных традиций – важная составляющая правильного и гармоничного развития общества. Именно поэтому подобные конкурсы и мероприятия, кружки по интересам и литературное сообщество являются одной из главных составляющих образовательного процесса. Слово – самое сильное оружие и одно из самых главных богатств. Владеть им и грамотно распоряжаться – не личное желание каждого, а необходимость, так как именно оно порой может убить, а может наоборот дать силы жить, вселить надежду на лучшее. День славянской письменности особенно любят и почитают представители журналистской профессии, для которых слово – один из главных инструментов. В нашей области сегодня зарегистрировано 68 печатных изданий, 18 студий проводного и FM-радио, 5 государственных телерадиокомпаний и 3 негосударственные ТВ-студии. Слаженная работа этих коллективов обеспечивает бесперебойную информационную поддержку, а их уровень – залог достоверности данных и качества новостного контента. Повышать свой профессиональный уровень стимулирует и помогает участие в различных соревнованиях и первенствах, среди которых и региональный конкурс редакций областных, объединенных, городских и районных газет, телевидения и радио профессиональных журналистов. Торжественная церемония, награждение которого состоялось накануне в городе над Бугом. Ежедневно, благодаря работе сотрудников СМИ, берестейцы и гости нашего края получают самую важную и полезную информацию в кратчайшие сроки. Знакомятся с событиями, которые происходят в стране и мире. Имеют возможность быть в курсе значимых и знаковых изменений в различных сферах жизни. И этот труд не остается незамеченным. Уже не один год на Брещене проводится областной конкурс, по итогам которого дипломы и награды получают журналисты и редакторы, издания и компании, работающие в информационной сфере. Около 40 дипломов, венчающих успехи журналистской братьи в прошлом году, нашли своих обладателей накануне. В городе над Бугом прошла торжественная церемония награждения победителей. Если мое мнение, как читатель, то я должен сказать, что на голову выше стало все это. То, что печатается, то, что издается, то, что показывается по телевидению. Те люди, которые готовят репортажи, я должен сказать, что профессионализм увеличился в разы. Та волна, которая была раньше лет 15, даже 10 назад, она прошла, когда люди старались вот эту жару на нем. Какие газеты были раньше в ходу, если говорить откровенно? Те, которые побольше лили грязи на власть, те, которые побольше каких-то жарных фактов, непроверенных тем более, а потом попробуй уже докажи, что это не так. Ну а сейчас люди по-другому уже начинают смотреть на это. Люди смотрят уже на конструктивизм той или другой передачи. Насколько она увязывается и насколько эта передача помогает решить и проблемы, те, которые есть на самом деле, и насколько эта передача как-то пыталась относиться к будущему. За 10 лет проведения областного конкурса более 300 журналистов и редакций стали его победителями и лауреатами. В своем поздравлении губернатор региона Константин Сумар отметил, что качество брестской журналистики за последние годы выросло в разы. В газетных публикациях, телевизионных и радиорепортажах больше стало конкретики, правдивости и конструктивизма. Эти характеристики в качестве залога успеха называют и сами журналисты. Слово «инструмент», с помощью которого можно многое, а значит и владеть им нужно уметь. Берестейские мастера пера знают об этом не понаслышке. Тяжко говорить, что есть некий секрет. Ну, напевно, головно это все-таки у журналиста, який выходит на люди, повинна быть Божья искра, якая дозволяет, ну, нечто сказать, такое особливое, чего они могут сделать иншие. Сложно как-то точно передать словами, что я чувствую на данный момент. Скорее, наверное, гордость за всю брестскую журналистику, журналистику в целом Брестской области, за то, что этот год был прожит не зря, за то, что были новые темы, новые материалы, какие-то новые вызовы времени, на которые мы старались информационно отвечать. Я очень надеюсь, что у нас это получилось. Телекомпания «Бук-ТВ» традиционно в числе награжденных. Слаженная работа всего коллектива не один год позволяет выдавать в телевизионный эфир качественный и грамотный материал о земле и людях Берестейского края. А потому дипломы главного редактора Ларисы Осмолович и корреспондента Анастасии Стропко можно смело назвать отличным общекомандным зачетом, высокой положительной оценкой труда всего коллектива. Эта победа очень важна. И действительно, я выхожу уже на сцену в течение 10 лет не первый раз. Но каждая награда – это как будто первый раз. И самое главное, я считаю, нужно любить свою профессию. Любить так, как люблю и я, честно вам говорю. Я с радостью, счастливо иду на работу и возвращаюсь с работы. А еще нужно любить окружающих людей, о которых ты пишешь, которым ты рассказываешь то, чего, быть может, они не знают. Вот когда это все вкупе берется, тогда и получается хороший журналист, хорошие репортажи, статьи, эссе и что-то, что-то еще. Может быть, даже большие программы. Поэтому я каждому журналисту, начинающему, даже мэтру, желаю хороших слушателей, хороших читателей и желаю, чтобы они всегда любили жизнь. Безусловно, это очень волнительно сегодня подниматься на сцену, получать такую высокую награду, признание каких-то моих качеств, достижений. Но я хочу сказать, что несмотря на то, что награда иная, я все же считаю, что к ее получению, к вот этому успеху, причастны абсолютно все люди, которые меня окружали на протяжении этого года. Подведение итогов творческого форума – хороший повод для пишущей братья и на мгновение задуматься о том, что было сделано за прошедший год, проанализировать свои ошибки и достижения, понять, что нужно исправить и доработать, чтобы потом с удвоенной энергией искать вдохновение и новые темы, писать и снимать, быть на передовой информационных событий и помогать тем, ради кого на самом деле все они и работают – своим читателям, слушателям и зрителям, жителям Берестейского края. Вы смотрите итоговую программу на канале БУК-ТВ. Продолжаем разговор об актуальном, важном и интересном. До 1 июля момента, когда вступит в силу требования об обязательной сертификации продукции легкой промышленности, остается все меньше времени. Несмотря на обширную информационную работу, у многих предпринимателей еще есть немало вопросов о том, как именно нужно организовывать свою деятельность в соответствии с новыми правилами. Где и на каких условиях можно приобрести импортный товар уже подтвержденного качества и по выгодной цене? И почему именно предпринимательство сегодня – одна из главных составляющих здоровой экономической системы страны? Эти и многие другие вопросы обсуждались на очередном майском заседании областного исполнительного комитета. Подробности в следующем материале выпуска. Получить сертификат качества на товар, который будет необходим для торговли уже этим летом – дело немгновенное и затратное. Далеко не каждый индивидуальный предприниматель, занимающийся реализацией ассортимента легкой промышленности, сегодня в состоянии обеспечить ввезенную продукцию нужными документами. Помочь в этом вопросе призваны государственные оптовые базы, которые возьмут на себя весь процесс ввоза товаров на территорию страны, а также контроль и проверку его качества. Учитывая те трудности, которые могут возникнуть у наших индивидуальных предпринимателей, фактически уже облсполком с ноября прошлого года начал принимать соответствующие меры с работы на опережение, чтобы не допустить, облегчить положение для предпринимателей. В области были определены так называемые базовые оптовые операторы, на которые была возложена задача по обеспечению индивидуальных предпринимателей различной продукцией. Обувь Торг взял на себя поставку обуви, открытое акционерное общество Брест Одежды взял на себя снабжение одежды и еще мы надеемся задействовать возможности нашей Брестской межребазы, которая в системе потребка и операции. Брест Обувь Торг – одна из трех действующих в области подобных оптовых торговых точек. Предприниматели уже могут заказывать здесь партии товара для реализации. Совсем недавно на склад акционерного общества была завезена весеннелетняя коллекция обуви и сегодня любой частник может ознакомиться на официальном сайте компании с предлагаемым товаром и сделать заказ. В настоящее время нами уже завезено более 18 тысяч пар обувь иностранного производства. Это обувь различных направлений. Как вы можете убедиться, у нас представлена обувь спортивная, у нас представлена обувь мужская, обувь женская. Планируется еще к ввозу обувь детская. В настоящее время мы имеем уже действующие долгосрочно заключенные контракты с индивидуальными предпринимателями и частными торговыми предприятиями. Это более 96 контрактов и мы отгружаем им в основном продукцию отечественного производства. То, что мы им сегодня предложили товар иностранного производства, оно оказалось достаточно востребованным. О проблемах, с которыми могут столкнуться предприниматели, занимающиеся продажей товаров легкой промышленности, шел предметный разговор и на заседании Брестского облсполкома. Не секрет, что именно частники – одна из важных составляющих здорового экономического развития каждого региона, а потому вопросы, возникающие в этой сфере, не могут оставаться без внимания. Сегодня доля малого и среднего бизнеса на Брещене достаточно высока и, судя по темпам регистрации новых предприятий, такая тенденция будет сохраняться. На долю организации малого и среднего бизнеса приходится четверть объема малого регионального продукта, 32% выручки от реализации продукции, 23,8% объема промышленного производства в области, также порядка 19% экспорта товаров в области. В консолидированный бюджет от субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, поступило 29,4% всех налоговых поступлений. Как показывает статистика, проблем в оформлении новых предприятий и производства в нашей области нет. Чаще всего вопросы начинают возникать позже, когда фирма или не выходит на ожидаемую рентабельность, или совсем не начинает свою работу. И последних, к сожалению, немало. Найти причины сложившегося положения дел и откорректировать дальнейшую работу – такое поручение дал органам власти на местах губернатор региона Константин Сумар. Мы в какой-то степени забываем как раз детально изучать или, например, ввести вот те предприятия, которые созданы были в прошлые годы или даже в этом году, насколько они и когда начинают работать. И самое главное, если они не начинают работать, то надо нам отслеживать, какие же причины там есть на этих предприятиях. Создание предприятий и производства, как следствие, рабочих мест – один из приоритетов государственной политики нашей страны. Стабильное и уверенное развитие как частных структур, так и государства в целом невозможно без постоянного и продуктивного диалога между ними. Предприниматели могут и должны быть активными участниками этого процесса, отстаивая свою позицию аргументированно и обоснованно, а главное – не только требуя, но и предлагая свои варианты решения возникающих проблем во всех сферах, начиная от закупок товара и заканчивая формированием правил налогового законодательства. К другим темам. Выкидывая пластиковые бутылки, бумагу или иной мусор, мало кто задается вопросом, что с ним происходит дальше. На самом деле мусорная история имеет продолжение. Это стало возможным благодаря развитию производств с использованием вторсырья. Сегодня ведется активная работа по выполнению государственной программы сбора, заготовки и переработки вторичных материальных ресурсов на 2009-2015 года. Основная нагрузка по ее осуществлению возложена на сотрудников жилищно-коммунального хозяйства. Как в городе над Бугом работает механизм сбора и заготовки вторсырья и куда брещане могут вывести свой мусор самостоятельно, расскажет Виктория Дрогобецкая. Непригодные строительные материалы, пластиковые бутылки, ржавые от времени автомобильные запчасти. Некоторые места в городе напоминают рок изобилия, только не сокровищ, а самого настоящего мусора. Как поступить с залежавшимся хламом, решает хозяин, у которого есть два варианта. Первый – оставить ненужные завалы и дальше гнить на участке. Второй – более мудрый – собраться силами и отвезти мусор в специализированную заготовительную организацию. Благо таких в Брестской области порядка 14. В перспективе пунктов приема бытовых отходов в нашем регионе станет еще больше. В нашем государстве уже не первый год проблеме отходов вторично-материальных ресурсов уделяется огромное внимание. Ведется активная работа по выполнению государственной программы сбора заготовки и переработки вторичного сырья Республики Беларусь на 2009-2015 год. Ну и соответственно не исключение наш город Брест. В системе жилищно-коммунального хозяйства создана эффективная система сбора заготовки вторичного сырья. Продолжается работа и по полному охвату договорами на санитарную очистку юридических и физических лиц. Приобретаются у нас специальные мусоровозы, контейнера, строятся контейнерные площадки в старых вовнов, строящих микрорайонах города. Приобретается специальная техника, обеспечивается контроль за работой специального транспорта, ставятся системы GPS, создаются сценарные мобильные пункты приема вторичных материальных ресурсов. Один из таких пунктов – региональный центр по разборке сложной бытовой техники, приемке твердых коммунальных отходов и вторичных материальных ресурсов. Данное предприятие является отделением мусороперерабатывающего завода и начало свою работу в первых месяцах этого года в Бресте. Главное преимущество нового производства в том, что в центр может привезти мусор любое физическое лицо – ваш сосед по даче или по лестничной клетке. Это выгодно как для обладателей бытовых отходов, так и для сортировщиков. Если у первых появилась возможность сдать мусор самостоятельно, причем неважно в каких количествах, то, во-вторых, облегчилась работа по сортировке принимаемых отходов. Участок и центр этот создан для того, чтобы брать у населения, вести заготовку в торсырье и в тот же момент помогать населению избавиться от их коммунальных отходов. То есть преследуется, конечно, много целей. Человек, во-первых, чистит свой участок при усадебной или доме, или квартиру. В то же время, конечно, это немаловажный вопрос экологии, потому что до этого население даже в этом же районе, до того, как был создан центр, близлежащие все районы, ну просто свозили где-то в лес выбрасывали. На сегодняшний день, конечно, многие не хотят платить за мусор. Многие с удовольствием везут и рады то, что центр открылся и есть куда просто избавиться от мусора. В то же время, если раздельно привезти, значит, еще и получить за это деньги. Конечно, лидером по переработке вторичных бытовых отходов в республике и на всем по советском пространстве является Брестский мусороперерабатывающий завод. Предприятие позволяет в полном цикле принять все типы отходов города, рассортировать их и переработать на биогаз и спецсырье, применяемое в различных областях. Данный пилотный проект решает все стратегические вопросы как экологического, так и материально-технического характера и сегодня продолжает активно развиваться. За период 2013-2014 год было переработано порядка 80 тысяч тонн отходов, собранных с города, с предприятий и с населением. Значит, в сутки мы в среднем перерабатываем 250 тонн твердобытовых отходов и на смену приходится 28 сортировщиков на линиях. И на стадии основной сортировки они отбирают различные виды вторично-материальных ресурсов. Пэт-бутылка, кордон, различные полимеры, древесина. Все, что подлежит дальнейшей переработке, изымается. На сегодняшний день в большей части степени мы заключаем договоры с Брестской областью, так как проблематично доставляют с других областей. Но хотя и попадаются такие предприятия, которые возят и с Минска, где-то с Баранович. Ну... То есть, вы думаете, что будет продолжаться, да? Да, база нарабатывается постепенно. И, возможно, в будущем, если все было приятно, отходы будут свозиться со всей республики. Знакомые нам контейнеры для мусора, которые стоят почти в каждом дворе, еще один вид сбора бытовых отходов, который называется раздельным, из-за предназначения каждой урны для стекла, бумаги или пластика. Однако, не всегда жильцы кидают бутылки или картон в нужный контейнер. Конечно, эту проблему решат уже на этапе сортировки. Но зачем, если можно ее не создавать, кидая в ящик для пластика пластик? Еще одним проблемным моментом является и то, что сегодня в стране нет предприятий по переработке таких видов вторичного сырья, как упаковка тетропак, одноразовая посуда и текстиль. Однако, в целом, работа над усовершенствованием механизма сбора и обработки мусора ведется и показывает положительную динамику. В 2014 году при плановом задании по состоянию на 14 мая в 36,6% в целом по всем вторичным материальным ресурсам сбора мы собрали уже 54% от плана. То есть, свыше половины мы уже имеем. Это говорит о следующем, о том, что в довольно короткий период создана эффективная система сбора вторичных материальных ресурсов. Проблема отходов может быть эффективно решена при активном участии не только специализированных заготовительных организаций, но также и населения. Необходимо понять, что те отходы, которые остаются на дне мусорных баков, это потенциальные сырьевые ресурсы. И самое правильное – не уничтожать, а грамотно использовать то, что мы с брезгливостью отправляем в контейнеры. Виктория Драгобецкая, Кирилл Липовик, Антон Луговкин специально для итоговой программы. Ни гвоздя, ни жезла. Именно так перед дорогой напутствуют друг друга байкеры. Вот уже 14-й раз в конце мая город над Бугом принимает грандиознейший мотослет на просторах СНГ. Ежегодно Брестбайкфестивал Интернешнл собирает более 3000 мотоциклистов из более 20 стран мира. Чем в этом году удивили брещан владельцы двухколесных железных коней, узнавала Евгения Мороз. Именно так приветствовали всех брещаных гостей города участники Брестского байкфестиваля. В этом году движение колонны растянулось более чем на 15 минут. Ничего удивительного, ведь участниками парада стали свыше 5000 байкеров. И если в прошлом году настроение гостей слегка подпортил дождь, то в этот раз Брест встретил колоритную мотоциклетную публику с солнечной погодой. Мы из Москвы, приезжаем сюда уже 13-й раз и будем приезжать каждый раз, когда будет проводиться это чудесное мероприятие. Большая делегация из Москвы, я думаю, порядка 700-800 мотоциклов приехала. А приезжаем, потому что это первый весенний слет, где собираются все друзья из разных стран, бывшего союза, за границей. Встречаемся, общаемся. Традиционно география участников обширна. Это представители не только стран СНГ, но и гости из Европы, США и Канады. За плечами одного из байкеров, Анджа Бивика, уже 46 лет в вождении мотоцикла. В наш город гости из Польши приезжают уже 14-й раз. Он сторожил Абрестского байк-фестиваля. Участвует в нем ежегодно с 2001 года. Для нас этот фестиваль, для меня это самый, можно сказать, главный фестиваль каждого года. Почему? Хорошая программа, хорошая атмосфера, много людей, друзей. Мы приезжаем не для фестиваля, мы приезжаем для друзей. Четыре колосса возят ТО, а два колосса возят душу. Особый колорит и разнообразие мотоциклов и водителей, которые приехали на слет, могли удивить любого знатока мототехники и самого искушенного зрителя. Горожане с особым интересом знакомились с техникой, а некоторые и пытались оседлать железных коней. Хотя бы дают мнение, что из данного мотоцикла это сугубо мужское увлечение, среди участников байк-слета можно было увидеть представительниц прекрасного пола. Опыта как бы не столько много у меня за рулем, но молодые люди оборачиваются на девушку за рулем мотоцикла. Это эффектно смотрится, по крайней мере пока. То есть это льстит, да? Да. Программа Международного брестского байк-фестиваля обширна и включает в себя мероприятия, которые будут проходить в течение трех дней. Одной из интереснейших составляющих праздника станет для байкеров неформальное общение, которое традиционно проходит на территории детского оздоровительного лагеря «Орленок». Там же состоится и большой концерт. Брест всегда ждет этот креативный шумный фестиваль. И хотя байк-слет 2014 только начался, многие уже предвкушают, каким он будет в 2015. Евгения Мороз, Кирилл Липовик, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы «Букинформ». Вы смотрели итоговую программу «Букинформ». И это все то, о чем хотели рассказать вам наши корреспонденты. А я напоминаю, на канале «Бук-ТВ» работает горячая телефонная линия. Звоните по номеру 20-63-67. Делитесь своими проблемами, и мы попытаемся найти способ решить их. Если вы не успели посмотреть программу «Букинформ» в эфире нашего канала, у вас есть возможность увидеть ее на сайте buktv.by. Познавательные, важные и актуальные темы, просмотры заинтересовавших вас сюжетов – все это вы найдете на сайте нашей телекомпании buktv.by. Далее в программе прогноз погоды на ближайшие дни. А я, Павел Белявский, с вами прощаюсь. Продуктивных вам выходных дней, с добрыми новостями и до встречи в эфире. В воскресенье погодные условия на территории Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления. Сформированная в теплой и влажной воздушной массе. До конца дня на Брещене будет держаться теплая, но с дождями и грозами погода. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха в разгар дня составит плюс 25-27 градусов. Атмосферное давление существенно не изменится. В последующие сутки, 26 мая, сохранится очень теплая погода. Беларусь по-брежнему будет находиться под влиянием области повышенного атмосферного давления, сформированной в теплой и влажной воздушной массе. По Брестскому региону возможны дожди. Ветер умеренный переменных направлений. Воздух ночью прогреется до 16-18 градусов. Температурный фон ночных часов составит 25-27 градусов выше нуля.